Радио Болтком Разъясните проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно И два входа в них Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Добрый день всем слушателям Радио Болтком Начинается программа Добро пожаловаться Я напомню, что жаловаться Задавать вопросы, спрашивать Можно как в письменном виде На ватсап 2-3-0-6-1-9-1 2-3-0-6-1-9-1 Так и звонить в прямой эфир Телефоны прямого эфира у нас такие 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 93-9, но это волна радио Болтком И, соответственно, последние три цифры В телефоне прямого эфира Ну, а что касается наших сегодняшних экспертов То вот в прямом эфире В нашей зум-конференции С нами на прямой связи Айвред Гонтарев Бывший руководитель Лигы Снаму Парвал Днеев Здравствуйте, доброе утро Доброе И, я надеюсь, нас слышит Сергей Сидорко Председатель кооператива БАК-2 Ну и Центра консультаций Собственников квартир Председатель также этой организации Здравствуйте, как нас слышно? Доброе утро Да, все прекрасно Ну и пока наши слушатели думают над вопросами Собираются с мыслями Вот у меня вопрос Который, наверное, связан тоже с темой Которая многих затрагивает И многих волнует Проект закона о прекращении разделенной собственности Закон этот может вступить в силу Уже с 1 января 2023 года Вот насколько сейчас ситуация Ну потому что многие говорят вроде о том, что ну наконец-то будет решено Вот можно будет выкупить по кадастровой стоимости Сама кадастровая стоимость заморожена Вот есть возможность у жителей квартир выкупить землю под домами И вот насколько это может подтолкнуть? Потому что, по-моему, согласно статистике Только треть земли выкуплена из всей вот этой сложившейся ситуации Ну если говорить, насколько актуален вопрос о выкупе Я считаю, что для собственников квартир хоть такое решение было бы выходом Потому что сейчас мы за 15 лет оплачиваем полную кадастровую стоимость земли И начинаем идти по второму кругу То есть это бесконечное повышение доходов собственника земли Но это выход не очень хороший, о чем мы много раз говорили Во-первых, непонятно, какая кадастровая стоимость Какая рыночная стоимость в случае разделенной собственности Это такой вопрос очень серьезный Потому что, ну как сказать Какой смысл продавать, покупать Это не рыночный предмет Здесь нужно было решать не рыночный механизм Но если говорить в целом То, наверное, те, кто, если такой закон примут И те, кто решатся выкупить землю Ну, наверное, они выиграют Но повышает это стоимость квартиры, например Ну, как тоже такой стимул для собственника квартиры Что выкупив землю, он тем самым повышает стоимость квартиры своей собственной Понимаете, это снижает стоимость содержания квартиры В первую очередь И, соответственно, это меняет отношение к этой собственности на рынке Я бы так сказал Я не знаю, там, повышает, понижает Но сегодня, когда люди приобретают имущество Они интересуются, земля чья хозяйская То есть придется платить еще дополнительно 10-20 евро в месяц за аренду земли Или не придется И это является фактором, который Ну, меняет востребованность этого имущества на рынке Как минимум Как максимум, да, это улучшает условия собственника квартиры Как, впрочем, и не улучшает положение собственника земли Так что в данном случае я считаю, что какое-то решение вопроса Это будет решением вопроса справедливости и вообще-то ответственности государства За все те кульбиты, которые оно совершило, помогая грабить людей Ну да, это вот известный анекдот Сделать сначала плохо, а потом вернуть как было И преподнести это как большое благоденствие Ну, только в том анекдоте не было сказано, что за день В данном случае за хорошие деньги Потому что, давайте говорить объективно А что, собственно, вот эти ленд-лорды в городских пределах сделаны Мы, население Латвии, трудящиеся Латвии Вкладывали деньги в улучшение этой земли Я живу в Пурции, это было болото Это еще в 70-м году было непроходимое болото Об этом надо честно сказать Где был только торфянник и милиарационный канал И людям принадлежала земля На минуточку, болото принадлежало После этого пришли мы, нехорошие люди, собственники квартир Оплатили полностью милиарацию Высушили, вычистили, благоустроили Оплатили постройку инфраструктуры, дорог, транспорта Общественных и торговых всяких вещей И после этого явился хозяин земли И сказал, опа, а это же мое Очень хорошая справедливость Давайте ему оплатим его стоимость земли По кадастровой стоимости болот Вот тогда будет справедливость Возьмем, вернемся в исходное состояние Парень, ты хочешь получить по полной кадастровой стоимости? Внеси в государственную казну Разницу между кадастровой стоимостью болота И сегодняшним днем И тогда ты можешь торговать на рынке Нет, у тебя земля по стоимости болота Потому что все остальное Как бы мы наши политики не говорили Это большущее финансовое вложение Латвийского государства Да, тогда оно имело приставку Советского социалистической республики Но тем не менее этот государство Вложило деньги в это Улучшение и повышение стоимости этой земли Верните деньги государству Кто получит? Но вот интересно Интересно ведь еще один нюанс Потому что когда речь шла о возвращении Зданий Ведь там, по-моему, было в законе записано Что если здание перестраивалось Улучшалось И если эти переделки, перестройки Определенный какой-то процент составляют То тогда возникают уже нюансы Вы знаете, там нюансов очень много Я знаю только одно Есть такой известный дом Наханзис, который принадлежит Одному из бывших лидеров Интершонда Так вот этот дом В свое время Советское время Ему делался капитальный ремонт Серьезный капитальный ремонт Я это знаю, потому что Родственники жили С отселением людей И так далее Ну и что? Ну он получил его Поэтому какие там оговорки были Что было? Я предлагаю так Я предлагаю политикам Шикарный вариант Владелец земли получает По кадастровой стоимости Изначально Плюс то, что он вложил В эту землю А вся разница Между изначальной Кадастровой стоимостью И так называемой рыночной Уходит в доход государства Пожалуйста Прекрасное пополнение Бюджета Не жалко Родному государству Деньги отдать не жалко Жалко отдавать тем Кто, собственно говоря Спекуляции И ни на чем дело идет Такое мы Такое мы Айвер, есть ли у вас Что добавить Вот по этому вопросу? Ну здесь Самый главный вопрос Это стоимость То, что Сергей В самом начале Сказал За какую Кадастральную стоимость Это все будет происходить С какими коэффициентами Потому что Это еще не до конца ясно И если вот База там 100 единиц Или база 140 или 200 единиц Здесь очень интересно Поскольку Министерство юстиции С одной рукой Говорит Мы решаем Мы решаем Мы решаем С другой стороны Они актуализируют Кадастральную стоимость Которые там Два-три раза Вдруг выше становятся И изначально Самый нерешенный вопрос В том, что я кардинально С которым я кардинально Не согласен О том, что Земельная служба Кадастр Оценивает эту землю С наивысшей стоимостью С наивысшей Как будто там Эта земля была бы Пустая И там можно поставить Новые девятьэтажки Продавать за 1800 или 2000 евро в метр Это не так Это по сути не так Если посмотреть Сделки Которые проводились За которые Вот эти специализированные Предприниматели Которые покупали Или скупали Эту землю Это 25-30% От кадастральной стоимости Того времени Они очень просто Рассчитывали Не рассчитывали Под гарантированный В то время Доход 5% Но если я Покупаю На три раза Меньше кадастр Значит моя подоходность Увеличивается в три раза То есть доход 10-15-20% Отложение Вот такой Недвижимости Ну вот Это реальная Стоимость Кадастр В этих местах Из этого И намного проще Было Сейчас пойти К жителям Нам К дому Управам Будет закон Будет сказано За такую-то сумму Можно все это Откупить По каким-то Методам Ты идешь И говоришь По кадастр Или там В три раза Меньше Это же абсолютные цифры И Любому владельцу квартиры Для принятия решения Это намного проще Было бы Так что вот Здесь Просто говоря Полный косяк Министерства юстиции Они с одной стороны Что-то решают С другой стороны Что-то совсем Не так решают И Сколько десятилетий Не могут решить Понять Одну Простую Значение рынка Сколько стоит земля Столько За сколько Кто-то за нее готов Долгосрочно Покупать И продавать Если долгое время Покупать Продают За 25-30% Ну Она точно Не стоит 100% От Свободного Участка На который Можно построить Новостройку И за дорогу Продавать Да Но это Как-то В голове Не вкладывается Почему Чиновники Такую простую Вещь Не могут понять Это отразилось Также на всех Налогах И арендной Плате Которые Мы все Платим Это неправильно Это можно Решить Множество Дел Или проблем В нашей стране Очень легко Но почему Это не делается Я напомню Телефоны Нашего прямого эфира 67212 93.9 67213 93.9 Да Есть еще один Вариант Вещения Этого вопроса Это Зафиксирует Статус Ко Что есть Разделенная Собственность По факту Сейчас По земле Собственник земли Не имеет Никаких Ни стимулов Фактически Не ведет Никакого Обустройства Этой земля Благораживания Содержания И так далее Зафиксировать Пока существует Разделенная Собственность То есть пока Существует Здание На Земле Этой Оно легально Построенное Здание Значит В этом случае Пока оно Существует За собственником Земли А сохраняются Полные права А все платежи Налогов Устройства Благоустройства Земли И так далее Существляется Собственная Квартира Что сейчас и происходит Без всякой арендной Платы Закончится Сырок Сырочной Жизни Дома Значит Собственники Квартир Должны будут Либо получить Выкупить землю Либо получить Уже другое Согласие От владельца Земли На пользование Этой земля На строительство Этого Участника Что в данном Случа Я говорю Вариантов Есть масса Как можно решить Но Самый главный Вопрос Даже я бы сказал Так не деньги А кому эти деньги Пойдут И за что Давайте вернем Деньги В государственную Казну То что было Государством В свое время Потрачивали Социальный проект На благоустройство Земли Вот пожалуйста Мы государством Платим Разницу Между той Катастрофой Стоимостью Болота И Сегодняшней Стоимостью Пожалуйста Ну и что В данном Случае Я сомневаюсь Что вообще Какое-то Разумное Решение Будет Принято Потому что Куда пальцем Не ткнешь Где принимается Решение Везде Там Находятся Землевладельцы Всевладельцы Собственно Везли Они В этих Гражданин То есть Получается Что В принципе Этот Законопроект Который Пока Вот еще Только Я напомню Во втором Чтении Принят Еще Ну вот Все равно Не может Примирить То есть Я читал О том Что И землевладельцы Им недовольны И В принципе И Обычные Жители Квартир Дома Которые Стоят На этой Земле Тоже В общем-то Недовольны Ну Я не Могу Когда Начинает Твориться Конфискация Возврат Никогда Справедливости Не будет Тут Невозможна Справедливость Потому что Право И те И другие Мы Строили Свои Дома Не подозревая Что через 30 лет Друг Объявится Собственник То есть Мы Не нарушали Никаких Законов Действовали Закон В расчете На то Что Это кстати Произошло В соседних Государствах Эти вопросы Некогда Сматриваться Допустили Один раз Несправедливость И уже Больше ее Не трогали Но есть Ну У нас Пошли На повторную Справедливость Эта земля Благоустроена Уже Благоражена Отдали Кому-то Кто Якобы Наследие Хорошо Может быть И есть Наследие Ну И что Сейчас Тветь Несправедливость Этот вопрос Нужно Просто Ну Как Горде Фузер Решить Взять И разрубить И все Ну Вот так Будет И все Поэтому Мы можем Долго И здесь О справедливости О справедливых Компенсациях Но Надо Решить Вопрос Так Что ее Не должно Быть Она Дальше Зависит От того Хотят Политики Пополнить Госказну Нет проблем Я не вижу Тут Особенно Принимается Политическое Решение И Разница Уходит Или Что Вероятнее Всего Я бы Вернулся К моменту Когда Землю Выдавали Ее Выдавали По Так Называем Пару Кадестру Ну Скажем Стоит 12-этажное Здание Значит 6 Латв Кубер 10 Получи Изначально Тебе Подарок Сделали Такой Или Предъяви Свои документы Что ты В эту Землю Вложил За С момента Получения Собственность Назад Либо Получишь Папорок Лет Тоже Вариант Справедливый Абсолютно У них же Была Возможность Настроить Шикарные Дороги Детские Площадки Я не знаю Что На эти Деньги Они же Их не Инвестировали Вариантов Справедливых Много Но я думаю Решатая Будет Один Вариант Более Менее Дальторит Требования Владельца Земли У нас Между тем Звонок Здравствуйте Добрый Добрый Господин Сидорко Будьте Добры Вот такой Вопрос Вот Допустим Потери Воды Есть Допустимые Какие-то Пределы Если Правильно Я слышала То Процентов 5 Это Допустимые Потери Я Хотела бы То же Самое Если Можно Узнать По поводу Долга За Отопление Вот В Рига Силтонс Мне назвали Сумму По нашему Дому Определенную Как Они Соотносят С Размерами Площади Нашего Дома Сколько Можно Считать Здесь Допустимых Долгов Допустимая Величина Долга Спасибо Вы Пытаетесь Соединить Два Несоединяемых Вопроса Я Я Скажу Не Потери Воды А Точности Точности Измерения Поскольку Точно Измеряется Потребление Воды Вообще Так Говоря Потребление Воды Измеряется Общий Домовой Вщетчик Все Что Внутри Дома Это Уже Внутренние Проблемы И Никаким Образом Поставщику Не Относится Если Мы Глянем Про Вика Силтонс Вика Силтонс Картина Еще Более Понятна Вика Силтонс Совершенно Четко Поставляет Свой Продукт До Выхода Со Счетчика Тепла В вашем Доме Он Учитывает Сколько Энергии Попало В ваш Дом И Дальше Я не Знаю О каких Допустимых Нормах Можно Говорить По Закону Сказано Договор Можно Прервать Если Не Производится Полный Облак Поставленный Точкой Дальше Это там Уже Вопросы Политики Как Можно Повисать На самом Деле Как Делить Это Тепло Внутри Дома Из Масс Вещей Но Принципиально Это вопрос Управления Домом Потому Что Вы Получаете Продукт В определенном Месте В определенном Количестве И за него Нужно Заплатить Ту сумму Сколько Это Студ И никаких Допустимых Пределов Нет Другое Дело Что Рига Силтумс Может Не так Сильно Вас Терроризировать По своим Коммерческим Причинам Когда Может быть Репрессивные Меры Могут Быть Дешевле Дороже Чем Сам Долг Но Это Другой Вопрос На самом Деле С Рига Силтумс В отличие От Рига Силтумс Все Понятно Рига Силтумс Еще Непонятно Где Есть Пункт Поставки Если Вы Начнете С Рига Силтумс Разговаривать Рига Силтумс Скажет Что Он Не На Счетчик А На Границу Участка Что Там Дальше После Границы Участка Вообще Никому Не Там Есть Свои Должен Быть 100% Тут Пришел Интересный Вопрос Просьба Прокомментировать Ситуацию Правда Ситуация Возникла В Валмере Там Жители Хотели Утеплить Дом И Сейчас Судятся Со Строителями Суть Конфликта Следующая Начали Выяснять Что Были Значительные Отклонения От проекта Вместо Трехкамерных Окон Установили Двухкамерные Ну вот А деньги Взяли Как за Более Утепленный Вариант Трубы Положили Не такие Как были Указаны В проекте Жители Дома Заказали Независимую Экспертизу Потребовали Ну вот Чтобы Все это Было Как-то Изменено Но Инспекторы Строю Правы Дважды Обследовали Проект Сказали Что Объект И сказали Что Все Нормально Затем Вот Этот Служащий Уволился Ну Тут Достаточно Долгая Ситуация Просто Пытаюсь Упрощенно Пересказать И Заявляет О том Что Дескать Правда Между Вот Где-то Посередине Строю Права Хочет Вообще Дистанцироваться От спора И Якобы Значит Существует Существует Пункт Что Если Это Не влияет На Энергоэффективность То Возможно В проекте Изменения Но Тем не менее Вот Жильцы Не хотят Оплачивать Работу Строительной Фирмы Строительная Фирма Подает На них В суд Вот Ситуация Которая Произошла В Алмире Но В принципе Теоретически Может Произойти В любом Другом Месте Вот Где Тут Искать Управу На Строителей Но Просят Прокомментировать И Кто Прав В этом Споре У меня Строительная Именно он Должен Ставить Первую Подпись На Документ На Прием Характеристики Допустим Окна С Таким То Коэффициентом Теплопроводности И Не Указывается Фирма Или Если Фирма Указывается То Указывается Коэффициент Теплопроводности И пишется Или Аналог То То Нельзя Требовать По всем Соображениям От того Чтобы Строители Применяли Вот Именно То Фирма Которая Есть Это Особенно Касается Проектов С Европейскими Деньгами Поэтому В данном Случае Количество Камер Не Всегда Много Что Выражает В данном Случае Там Я не Знаю Что Трех Двух Камер Окна Это Вопрос С двумя Или С двумя Стеклами И так Далее Но У них Есть Совершенно Четкие Должны Были Быть Указаны Четкие Параметры Коэффициента Теплопроводности И так Далее Если Эти Параметры Указаны И фирма Предоставила Окна Другого Конструктива И Другого Производителя Но Дает Сертификат Того Что Они Имеют Тот же Самый Коэффициент Теплопроводности То Какие Проблемы Это То есть Надо Идти Вот Исходя Из Этого Если Предложенные Материалы Или Технологии Не Аналогичны Не дают Аналогичного Резутата Который Был До этого Вы В проекте Принеснут Тогда Спорт такой Схоластический Спорт Камер В окнах Хотя Камеры В окнах Нужны Не для Теплоизоляции А для Жеста Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Вот Господин Сидорко То Что Вы Говорите Это Работает Наверное В случае Когда Уже Есть Бедри Мы Вот Затей Начали Года Четыре А то И пять Назад И Тогда У нас Бедри Не Было Но И Мы Уполномочили Это Ригас Нам Упарвал В них Так Потом Вот Как Мы Посмотрели Они Нам Предложили Что В конкурсе Выиграла Фирма Которая Зарегистрирована Которая Будет Делать Работы В Резы Книнском Районе И Которая Надзирать Тоже Там В Резы Книнском Районе Ну Не Странно Все Это И Тем Более Там Оказалось Что И Долги Перед Бюджетом У них Постоянный И Одна Фирма Там Менялась Название Несколько Раз Ну Какое Доверие Может Быть И Что Люди Вот Какой Там Может Быть Контроль Спасибо Ну Опять Так Мы Здесь Можем Вернуться К Изначально Когда Вы Выступаете В роли Заказчика Вы Должны Контролировать Действительно Кого Вам Предлагают В качестве Исполнителя Кто Будет Технадзором Если Вы Не Удоверены То Вы Всегда Имеете Возможность Заключить Рассторонные Соглашения И Сами Контролировать Процесс Что Другого Посоветовать Нельзя Если Вы Отдаете Дяди Деньги И Думаете Что Он Сделает Хорошо То Я Могу Сказать Верьте В Это Светлое Будущее Иногда Оно Срабатывает Еще Один Сразу Звонок Здравствуйте Вы Знаете Вы Должение Ну Понимаете Параллельно Два Узра Это Деньги Для Людей И Когда Бедр И Как Кто Будет Заключать Со Вторым Этим Надзор Это Дополнительные Деньги Ну Если Нам Параллельно Тогда В общем Недобросовестно Поступил Так Так На Людей Всегда Можно Валить Спасибо Не Не Буду Комментировать Потому Что Для Меня Два Юридических Лица Зарегистрированы В Одном Районе Ни О чем Не Говорит Если Это Известно Что Это Два Лица Связаны Между Собой Это Крайне Плохо А А если Они Просто Зарегистрированы Тогда Мы Работаем С фирмами И БУЗ Оукс И Самостроительная Фирма Зарегистрирована В Риге И что Ну Здесь Немножко Ну Вот Тут Сейчас Я Сначала Приму Звонок Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте Можете Прокомментировать Ситуацию По Риганаму Парвел Значит Встречаю У нас Дворник Очень Хороший Ответственный Человек Работает Там Круглые Сутки В буквальном Смысле Этого Слова И Вот Встречаю Дворник Моет Окна Говорит Ну Вот Последний Раз Умираю Ваш Подъезд Потому Что Задолбало Меня Это Все Это Риганаму Парвел Значит Повысили Минимальную Зарплату Всем Сейчас 500 Евро А у Меня Даже Не Получается Минимальной Зарплаты Но Это Говорит Человек Который Реально Вот Я Вижу В субботу И В воскресенье И В 8 Часов Вечера Она Все Время С метлой С метлой Или Лопатой Или Мусорники Ну То есть Человек Реально Трудится Я говорю А как Так Может Зарплату Повысили Минимальную Должны Получать Хотя Бо Минимал Она Говорит Они Мне Объекты Оставили Те же Самые Часы Сократили Но Это К вопросу Новой Власти Можете Как Прокомментировать Безумная Ситуация Просто Да Хорошо Ну Какой Власти Гля Какой Власти Ну Вы же Прекрасно Понимаете От Того Что Правительство Подняло Минимальную Зарплату Это Означает Только Одно Что Они Считают Что Деньги На Дереве Растут Ленивые Их Не Срывают Хорошо Я Дома Укра У меня Есть Штат Дворников Повысили Минимальную Зарплату Объем Работы Этих Дворников Изменился Нет Есть Только Один Вариант Каким Образом Можно Повысить Дворнику Зарплату Повысить Квартлату Вы согласны На повышение Квартлаты Вы можете И сейчас Собраться Дома Сказать Что Вы согласны Повысить Затраты На Апция Микросисмакс На ту сумму Которую Будет доплатить И выплачиваться Дорог На самом деле Вообще С этими Структурами Очень большая Проблема Потому что Объем Производ Объем Скажем Выполняемых Функций Он один и тот же Остается Я не говорю Сейчас там Какой он есть Столько Времени Тратится Но В принципе Есть двор Там 3000 квадратных Дом Где 500-600 квадратных Метров Клесичных Он От зарплаты Не зависит Минимально Он не меняется Зарплата растет И в этом случае Очень трудно Содержать Дорников Приходится идти Либо По пути Повышения Квартлаты Что мало Популярно И мало Вероятно Либо По поиску Каких-то Других Вещаний Ну Айвар Расскажет Какие Вещания Да Во-первых Сергей прав Что как-то Государство Решило С 1 июля У нас Повышается Минимально Уже Зарплата Повесилась Но еще Налогообложение Поменяется Да И даже Если Тем Дворникам У которых Не получалось Минимальная Зарплата На налоги Будет уходить Еще больше То есть Они еще Меньше Будут получать Ну Полная Абсурдность Ситуация И да И мне тоже Было Несколько Разговоров Именно С дворниками И Вот В прошлой неделе За прошлой неделе И у них Действительно Сарплаты Очень маленькие Низерные И там В этом В этом случае Ну Всем Всем хвала Кто Хорошо работает И Наверное Какой-то Справедливости К сожалению Я это вижу Сейчас уже Бывший Вне В РНП Да Что Ну В РНП Они не добьются Потому что Там нету К сожалению Индивидуального Отношения Да К сотруднику И К той Работе Которую Он Он Выполняет Да Из-за этого Здесь Так есть Как Сергей Сказал Что Дом Нужно Перенимать Своим Жильцам Смотреть Кто Сколько Получает И Своим Решением Вы можете Указывать РНП Да Что Дворник Должен Получать Не 100 Евро С вашего Дома 150 И Перенаправлять Те У вас есть Смейте Я Прошу Прощения Я Дополню У нас В Ригас Нам Павел Зарплата Всей Надстройки Надворники То есть В зависимости От того Сколько Зарабатывает Дворник Получается Остальная Надстройка Юридический Отдел Инженера Обслуживание И все И получается Лукавство Дворник Получает Меньше Потому что У нас Сокращение Часы А ставка Дворника Увеличивается И получается Что вся Верхушка Получает Больше Я понимаю Конечно Что мир Несправедлив Но у нас Например Это зимой Мировой рекорд По стоимости Квадратного Метра У нас Никогда Не было Такой стоимости Квадратного Метра Какую Мы заплатили Этой зимой То есть Получается Что дворник Самый Бесправный Который Несет Всю эту Тяжесть И прелести И лишения Вот этой Вот Службы По двору Он получает Меньше А надстройка Получает Больше Ну почему же Надстройка Вот тут Я поспорю Не надстройка Извините Юридический Отдел Выполняет Свою функцию И никто Не запрещает Работать Юристом И получать Как вы говорите Как надстройка На самом деле Домоуправление Без юридической Поддержки Это пшик Точно так же Если мы говорим Об инженерах Какая связь Между инженерами И уборкой Помещений Есть Три Главные Функции Которые Выполняет Домоуправление Первое Это Юридическое Это Юридическое Сопровождение Дома Это договора Это все Что связано С администрированием И так далее Это первое И финансовое Второе Это техническая Поддержка Дома В техническом Исправном Состоянии И третье Поддержка В чистоте Это Две Разных Выполняют Они Очень мало Между собой Даже я бы сказал Связаны Но Если Выдернуть Организационную Долю Как вы называете Верхушку Ну давайте Пусть На самотек Работу Сантехников Работу Технических Служб Все это уберем Мы сэкономим Сколько там Копейки В масштабах Предприятия Мы сэкономим Копейки Предприятие Развали Ну нельзя Так примитивно Мысли Все таки Да Есть проблема Сегодня Если мы говорим О юристах Их работа Очень сильно За этот период Что я работаю Растилось И автоматизировано Если мы говорим О финансистах То же самое Если мы говорим О техотделе То тоже там Появляются новые Там можно повышать Производительность труда Я не знаю Делается или нет Но ее можно повышать И за счет этого Повышать зарплату С дворником К сожалению Это не происходит Метла и тряп А зимой лопат Все что есть И человеческие возможности Тем более С большим уважением К этим людям Отношусь Но это в основном Женщины После 50-60 лет Вот и все И там ничего ты не сделаешь Ты попадаешь Как организатор Производства Ты попадаешь В тупиковую ситуацию Меньше ты платить Больше ты платить Не можешь А сейчас Какая вы правильно сказала Если вы бедливая Если вы сочтете Что за ваш дом Хорошо платить Дворнику 200 евро Плюс полный Социальный пакет К сожалению Мне просто показывает Звукорежиссер Что нам нужно будет Заканчивать Вот сегодня Из-за того что Без перерыва Мы работаем Нужно успеть Сыграть Большую рекламную паузу Но я вижу Что есть и звонки Вот я приглашаю всех В следующий понедельник Продолжить дискуссию Тем более Что есть еще и Очень интересные Ну тут вопросы По поводу контроля Ремонта Или там Ну вот утепления Дома Как это все происходит И вот эту тему Мы обязательно затронем Уже через неделю В следующей программе Спасибо большое Сергей Сидорко И Айвер Гонтарев Были сегодня в программе Добро пожаловаться До следующего понедельника Всего доброго Радиоболтком